Красный Яр Ветер вращает лопасти, далее источник энергии проходит через генератор и попадает в трансформатор, где энергия из одного типа превращается в другой и поступает на подстанцию. Оттуда в единую энергосеть. После возобновляемый источник энергии достигает промышленные предприятия и жилые комплексы. Каждая ветроустановка стоит на фундаменте. Каждый фундамент это порядка 630 кубов бетона, порядка 100 свай. На фундамент устанавливается уже сама башня. Каждая башня состоит по данным ветроустановкам из пяти секций. На каждой секции устанавливается гондола. В гондоле расположено электротехническое оборудование. На гондолу монтируется генератор и ступица с лопастями. Благодаря системе антиобледенения лопастей ветряки работают и в зимний период. И несмотря на всю самостоятельность ветроустановок, наблюдать со стороны за их исправностью все же необходимо. Люди у нас находятся, то есть у нас подстанция сама, это подстанция нового поколения, то есть там присутствие персонала не обязательно. Управляется вся подстанция, система СУТП, есть система телевизионного и охранного видеонаблюдения, которая позволяет смотреть за состоянием оборудования, за состоянием коммутационных аппаратов. С площадкой Ульяновского ветропарка ознакомились участники первого международного инвестиционного форума «Ветроэнергетика-2018», который в эти дни проходит в регионе. Как ни странно, особенно ветряные установки покорили гостей из-за рубежа. Когда приезжаешь на площадку, сразу видишь ветроустановки, и они всегда производят в любом случае должное впечатление. Здесь мы видим, что данные ветроустановки поддерживаются в должной чистоте, что монтажные работы были выполнены как надо. В ближайшее время рядом с первым ветропарком вырастут еще 14 ветроустановок на 50 мегаватт. Вод в эксплуатацию второй очереди запланирован на март будущего года. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.